This conference will now be recorded. In this webinar, I will tell you a few minutes about our program, and then we will discuss it with Евгением Юрченко, the president of the course of programming programming, how to plan to develop a career path to Python-advocacy. In the end, I will tell you a gift, which will get everyone, who registered on this webinar. The program is a special guest on the market of educational services for more than 29 years. In this time, we have more than 1 million people. We have earned the award of the computer center in the world. We guarantee you 100% quality of education. за счет уникального сочетания бауманской методики преподавания современных технологий проведения обучения и практикориентированного подхода. Мы, так как я уже сказала, на рынке образовательных услуг уже достаточно давно, мы понимаем, что важно наших слушателей поддерживать на их пути карьерного развития. И для этого мы разработали такую программу трудоустройства выпускников. И я вам сейчас вкратце буквально о ней расскажу. Первое, что входит в эту программу, это практика ориентированность наших курсов, потому что сейчас на рынке труда мало кого интересуют просто теоретические знания. Работодателю важно, чтобы вы показывали свои навыки. И потому все наши курсы направлены на то, чтобы данный навык у вас сформировать, чтобы вы вышли на рынок труда подготовленными и были конкурентоспособными. Следующий пункт нашей программы тоже очень немаловажный. Это сама тактика трудоустройства после обучения. Бывает так, что иногда вы просто никогда не искали работу или искали ее достаточно давно или не в той области, и тогда может случиться сложность при трудоустройстве, связанная с тем, что рынок труда изменился. Вот самые актуальные тенденции, как правильно им следовать, как составлять резюме, как проходить собеседование, мы рассматриваем на таком курсе. Он бесплатный для наших слушателей, и вы можете, если сейчас поиск работы для вас актуален, записаться на него. Ближайшая группа будет 14 мая, он проходит у нас раз в месяц. Ссылочку я еще в чат обязательно добавлю. Также у нас есть бесплатные консультации по трудоустройству. Если вам данного курса не хватило, то можно записаться еще на индивидуальную встречу. Также мы проводим дни карьеры. Все наши дни карьеры есть в записи на нашем YouTube-канале. Можете посмотреть в прошлом месяце. Мы приглашаем экспертов, которые делают обзоры рынка труда, также работодателей, которые презентуют свои вакансии на данных днях карьеры. Я также отправлю ссылочку в чат, чтобы вы могли знать, где отслеживать данные мероприятия. Также они вам приходят на электронную почту с нашими рассылками. Всегда приглашаем наших слушателей поучаствовать. И такой завершающий пункт, да, это программы, вакансии от наших партнеров. Это наши корпоративные заказчики, которые учат у нас своих работников и оценили по достоинству качество образования и хотели бы видеть наших выпускников в своих рядах. Отдают им преимущества наравне с другими кандидатами. Так что подписывайтесь на канал, откликайтесь, если какие-то вакансии вас заинтересуют. Также они к вам приходят несколько раз в месяц в рассылке на электронную почту. Ссылки на эти каналы также я размещу в чате. Итак, далее я хочу передать слово Евгению Юрченко, нашему ведущему преподавателю центра по курсам Python. Евгений обучил уже более тысячи слушателей и занимается такими языками программирования, как Python, C++, JavaScript. И далее мы с ним обсудим, какие hard, soft skills являются необходимой базой для любого разработчика, а также непосредственно для Python, разработчика FullStack. Как их развивать и что сейчас востребовано на рынке. Евгений. Спасибо. Всем добрый вечер, здравствуйте. Меня зовут Юрченко Евгений Витальевич. Я, как уже меня представили, являюсь преподавателем учебного центра специалист. Пару слов о себе. И потом маленько познакомлю вас, собственно, с программой, которую мы в учебном центре для вас подготовили. Итак, я начинал свою карьеру как программист как раз FullStack. Это работа на Django плюс JavaScript. Это был сайт ранее у РУ. Собственно, сайт до сих пор актуальный, живой и можно посмотреть. Я работал там очень давно, поэтому после меня очень много всего изменилось. После этого я работал достаточно долгое время на технологии REST API. То есть у нас на клиенте был Angular плюс на сервере был Node.js. То есть чистый JavaScript на клиенте и на сервере. Это организация Skypark CDN, в которой я работал. Сейчас эта организация была поглощена более крупной организацией, поэтому изначальный сайт, на котором я работал, у них недоступен. Поэтому здесь вместо ссылочки просто название организации. Потом я работал над сайтом Projekton. Также по ссылочке, если кому-то интересно, можете пройти, посмотреть сайт «Здравствует и развивается». Там я также уступал в качестве FullStack разработчика. Тот же самый с тех технологии Django JavaScript. Параллельно я преподавал. То есть, видите, я написал свои, так сказать, небольшие достижения в виде списка. Но вначале стоят программист, потом преподаватель. Это значит, что я сначала программировал, потом полностью перешел в преподавание. Это значит, что я совмещал. Иногда я параллельно, занимаясь разработкой, какие-то проекты преподавал. Так у меня было, например, в Новосибирской академии дизайна программирования. Более трех лет я проработал преподавателем и разработчиком курса в Московской школе программистов. Есть опыт преподавания на Geekbrains. Собственно, для Geekbrains, если вы знакомы, я разработал один из курсов Python, в том числе являюсь его автором. И вот с сентября прошлого года я преподаю в учебном центре специалист. Всего 12 с небольшим лет я в IT и в преподавание в частности. Я всегда считал, что человек, который чему-то учит, сначала должен, во-первых, научиться сам, во-вторых, получить какой-то промышленный реальный опыт. Никогда не любил людей, так называемых, сапожников без сапог. Человек, который закончил школу, в 2-3-4 года отучился в университете, идет на преподавание каких-то вещей, которых сам никогда в глаза не видел. Человек, научившийся по учебникам, способен учить только людей, которые будут лишь теоретиками. Поэтому я надеюсь, что в учебном центре я смогу поделиться с нашими знаниями с вами. И у нас большинство преподавателей имеют практически реальный боевой опыт. Я бы сказал, большинство говорю, потому что я, к сожалению, не знаю всех преподавателей, а всех преподавателей, с которыми я общаюсь, у них реальный боевой опыт. Кто-то занимается своими проектами параллельно, кто-то преподаванием просто совмещает. Итак, в учебном центре «Специалист» я веду следующую линейку курсов. Это курс по Python, начиная от базового и заканчивая веб-разработкой на Django, веб-разработкой на Flask и преподаю курсы основы JavaScript. То есть я веб-разработчик. Вот все, что касается сайта, всего, что работает в браузере, это все вот моя специфика, в том, в чем я хорошо разбираюсь. Собственно, пару слов теперь о том, почему данный курс для вас может быть полезен. Изначально Python разрабатывался как язык общего назначения. Но прошли годы, собственно, Python по меркам современного IT мира достаточно молодой язык. И Python себя хорошо зарекомендовал в следующих сферах. Это веб-разработка, системное программирование, автоматизация процессов, машинное обучение. Здесь он вообще лидирующий язык, анализ, визуализация данных, так называемый Big Data. Сегодня мы будем с вами рассматривать именно Python как особенности веб-разработки. Итак, собственно, почему нужно изучать, почему это актуально веб-разработка на сегодняшний 2021 год. Ну, во-первых, сегодняшний мир, я думаю, вряд ли кто-то из вас может представить без веба. Если в 99-м, 2000-м годам интернет потихонечку пробирался к нам, и мы так где-то, кто-то я в друзей в свое время видел, у меня интернет появился чуть попозже. То есть, да, это была какая-то прикольная штука, которой было бы интересно познакомиться. Но сегодняшний мир полностью находится в интернете. Это исключительный источник информации. Большое количество онлайн-покупок. Многие люди занимаются развитием, обучением. Сфера развлечений очень сильно сместилась. Если раньше большинство людей смотрело и получало информацию через телевидение, там большие крупные каналы новостные, то, я думаю, сегодня многие из вас уже смотрят информацию преимущественно в интернете, на новостных сайтах, где-то там на YouTube и на различных каналах. Большинство современных компаний имеют сайты. Причем вот это слово «большинство» смещается к практически все. То есть, на сегодня не имеет сайт у большой компании, это практически является исключением. А вы сами подумайте, да, сколько сайтов вы просматриваете ежедневно. И, собственно, если у вас изолировать от компьютера, от мобильного телефона, через сколько времени у вас начнется информационный голод. То есть, я думаю, все понимают, что сегодня создание сайтов развивается такими семимильными шагами. Вот, собственно, небольшой график, который я нашел в интернете. Это скорость роста сайтов современно. Здесь цифры указаны в миллионах. И если в 1998 году появлялся какой-то Google, о котором никто не знал, он где-то там в гараже, в 2000 году люди уже начали, ага, какой-то интернет, то с 2010 года идет гигантский рост. И вот график здесь заканчивается 2019 годом. Понятно, что к сегодняшнему, текущему, 2021 году сайтов стало еще больше. То есть, сайтов сегодня, я думаю, числяется уже десятками миллионов. Собственно, поехали дальше. Если посмотреть популярность языков программирования именно в коммерческой разработке, вот график, который я нашел, официальное исследование на актуальность на ближе к середине 2020 года. Достаточно актуальной информации. Видите, популярность захватил JavaScript. JavaScript. Java по-прежнему удерживает такие очень прочные позиции. Когда-то Java был абсолютно лидирующий язык в разработке. C Sharp, потом Python, ну и остальные языки по шкале их примерной используемости. То есть, JavaScript, в том числе и с Python, очень востребованы языки в коммерческой разработке в больших продуктах. На Python существуют разные фреймворки. То есть, в общерах определимся, что такое фреймворк. Можно взять чистый язык программирования Python и на нем создавать сайты. Но это очень время затратное и трудное занятие. Поэтому люди разработали уже готовые программные продукты, которые позволяют упростить и, главное, сэкономить время разработчика на разработку сложных проектов. У Python есть множество разных фреймворков, но наиболее популярные это Django и Flask. Вот пару слов про эти продукты я сейчас вам и расскажу. Собственно, Django один из самых, если бы не сказал, наверное, самый популярный фреймворк на Python. У него концепция «Все включено». То есть, изначально Django разработчики пытались все в этом инструменте собрать сразу. Чтобы люди, которые на нем пишут, имели инструменты для любых стандартных задач для создания веб-сайтов. А Flask изначально развивался как микрофреймворк. То есть, Flask имеет мало функционалов для создания сайтов, но вы можете подключать очень-очень много модулей. Вообще, разработка на Flask, она такая очень интересная. Вы свое рабочее пространство, то есть, свои инструменты набираете, знаете, как из маленьких таких кусочков. То есть, вы такие, я хочу, чтобы у меня появился, например, вот админка. Взяли специальный модуль, подключили на Flask. Теперь я хочу, чтобы у меня на сайте был, например, не знаю, живой чат. Подключили еще один прикольный модуль. Вот таким образом, Flask такой конструктор для создания набора инструментов. А Django такой большой, но можно условно назвать такой швейцарский нож. Итак, собственно, почему Django является таким популярным? Потому что у него достаточно низкий порог вхождения. То есть, начать разрабатывать свой сайт с нуля, а зная только, ну, такие основы Питона, но имея опыт недели 3-4, но около месяца, вполне реально. У него шикарнейшая документация. И, собственно, например, YouTube полностью написан на Питоне на Django. А Dropbox работает на Django не полностью, но очень большая часть функциональна. Часть очень популярного сайта Reddit написана Django. А сервис Spotify и сервис Bitbucket, извиняюсь. Я думаю, с тремя первыми сервисами знакомо большинство. С сервис Spotify и Bitbucket тоже достаточно популярные. Вот пример того, когда большие организации, ну, понимаете, что YouTube сегодня вообще Google, да, одна из лидирующих организаций, очень активно используют в своих инструментах Python и конкретно фреймворк Django. А с Flask'ом все немножко сложнее. То есть, взять прямо и сказать, что вот этот сервис написан целиком на Flask'е, немножко не так. Потому что, если Django, как я говорил, швейцарский нож, то берем и пользуемся как готовым инструментом, то Flask чаще всего совмещают с другими инструментами. То есть, на Flask'е не берут и не пишут цельный программный продукт. Поэтому, вместо того, чтобы говорить, в каких сайтах он используется, а его популярность очень большая, я просто маленько расскажу, а в чем особенность Flask'а и в чем суть. Во-первых, хотел бы немножечко по терминологии, что мы с вами понимали, о чем я говорю, да. Момент номер один, да. У каждого сайта есть такое понятие, как front-end и понятие такое, как back-end. Так вот, front-end – это все, что пользователь видит у себя в браузере. Чаще всего front, то есть клиентская часть, в которой вы в браузере видите, всякие кнопочки там, сворачивающие-разворачивающие элементы, формы для ввода. Это все реализовано на языке JavaScript. А вот когда у нас серверная часть, которая на удаленном, которая отправляет нам данные, возвращает нам информацию, вот эта серверная часть называется back-end. Так вот, Flask используют для того, чтобы писать именно back-end чаще всего, то есть серверную часть. Причем Flask очень активно используют для написания таких приложений, которые называются SPA – Single Page Applications. Для кого-то из вас эта аббревиатура может ничего не говорить, но уверяю вас, каждый из вас хоть раз встречался с приложениями в браузере, которые являются SPA. Например, Google Почта. Вот если вы зайдете в ту же самую Google Почту, я думаю, если у вас ее и нет, то вы ее очень вероятно где-то видели. А Google Почта невероятно отзывчивая. То есть вы выбираете какое-то письмо, и у вас мгновенно оно открывается. Вы делаете какие-то фильтры, там, поиск письма, либо просмотр, либо их удаление, и приложение невероятно отзывчивое. Так вот, такие отзывчивые приложения реализуются как раз с помощью подхода, который называется SPA. Это когда у вас все полностью, вся информация насходится на стороне клиента. А сервер лишь обменивается, отправляет вам данные. Если кто-то помнит интернет, но начало 2000-х годов, то интернет представлял из себя достаточно такую медленную штуку. Вы заходили на какой-то сайт, который медленно прогружался. Потом, чтобы вам посмотреть другую страничку, вы нажимали на гиперссылочку или на кнопочку, и у вас снова прогружалась следующая страница. И так далее. То есть, каждая страница, она по факту была отдельной частью, и каждое нажатие на кнопочку целиком вам возвращало вашу страницу с сервера и целиком отрисовывалось в вашем браузере. Люди очень быстро поняли, что неудобно и вообще человеку некомфортно, когда он сидит и постоянно чего-то ждет. Вот поэтому появились такие приложения, которые называются SPA. Они вначале грузятся немножко дольше стандартной странички, а потом работают нереально быстро. Если вы, кстати, пользовались, например, клиентами таких больших организаций, как Сбербанк или Тинькофф, именно в браузере, да я не говорю про мобильный клиент, то они тоже реализуются по технологии SPA. То есть, у вас прогружается приложение, и каждый раз, когда вы выполняете какие-то опции, у вас, ваш клиент, обменивается с серверами только информацией. Вот. Поэтому приложения SPA не пишутся по REST-архитектуре. О том, что это такое, мы с вами уже подробнее познакомимся на наших курсах. В комбинации, собственно, с Flask'ом используются такие популярные штуки, как реактивные JavaScript фреймворки. То есть Flask – это фреймворк, программный комплекс на Python. А на JavaScript'е тоже существуют фреймворки, в частности React. Может быть, кто-то слышал, кто-то нет. Так вот, комбинация Flask'а с React'ом позволяет делать очень отзывчивые, быстрые, современные сайты, которые являются, по факту, приложениями, которые просто работают в браузере. Вот это идея Flask'а. То есть, грубо говоря, если мы говорим про, так сказать, недалекое будущее, ну, не знаю, там, 22-й, 23-й год, дальше заглядывать сложно, то конкретно Flask наиболее перспективно выглядит в сегодняшней реалии, чем Django. Хотя Django для своих задач тоже великолепно подходит. И теперь я маленько расскажу про нашу дипломную программу, которую, собственно, мы вам расскажем. А может быть, я сначала про рынок труда расскажу? Хорошо, давайте вы начнёте с рынка брукта, потом мы вернёмся к дипломной программке. Так, сейчас, одну секунду. Так, Евгений немного рассказал про профессию. Я ещё хотела добавить небольшой обзор, но на рынок IT, его состояние в настоящий момент и непосредственно, как бы, на применение языка Python. Если вы любите технологии и ищете такую стабильную, высокооплачиваемую работу, то вам повезло. Сегодня технологический сектор переживает бум и ожидается, что в следующем десятилетии количество профессий в IT-сфере продолжит расти. И также зарплаты в IT-сфере. Навыки в области облачных технологий, безопасности, данных, искусственного интеллекта входят в список самых популярных вакансий на 2021 год. В конце 2020 года Всемирный экономический форум опубликовал отчёт о будущих рабочих местах. И там перечислено 20 самых популярных должностей с растущим спросом. И вот 12 из 20 являются должностями в сфере IT. В ближайшее время просматривается... Я пока вам включаю слайды с зарплатами, чтобы вы немножко поизучали, поориентировались. В ближайшее время просматривается только положительная динамика в цифровой индустрии. И вот зарплаты IT-специалистов в среднем сейчас варьируются от 50 на старте до 250 тысяч рублей. В зависимости от уровня специалистов. И есть ещё такая тенденция, что растёт популярность удалённой работы из-за пандемии. И расширились территориальные границы. И это привело к выравниванию заработных плат среди работников IT-отрасли. И зарплаты в Санкт-Петербурге, в Москве примерно сравнялись. Многие компании сейчас отказываются от больших офисов. И замечен такой тренд перехода к каворкингу. В последнее время Python, так же как и Java, лидирует в рейтинге самых популярных и востребованных направлений. Его считают лучшим также в области машинного обучения, дип-лёунинг, искусственного интеллекта, веб-разработки и анализа данных. И сохраняется тренд на развитие автоматизации тестирования. Самым востребованным языками для этого являются Java, Python и JavaScript. Здесь вы видите статистику, вчера я взяла ее с HeadHunter. Достаточно много вакансий у Python-разработчика. Уровень дохода даже у специалистов высокого уровня еще больше, чем в статистике, которую мы с вами посмотрели на предыдущих слайдах. И еще хочу сказать, что все-таки для IT-специалистов также важны и hard-скиллы, но также важны и soft-скиллы. И если вы планируете в эту область развиваться в ней, то вот этот слайд, прошу на него обратить внимание. Так как сейчас основное серьезное требование к вам как специалисту на выходе все-таки будет это знание английского языка. Его можно уже начинать прокачивать, даже если вы только начинаете свой путь в IT-направление. Также считается важным и высшее техническое образование. Вот мы сейчас про это немножко поподробнее поговорим. Поговорим о дипломной программе, которая вам и дает документ, который является по окончанию данной программы подтверждением вашей переквалификации по профессии. Что еще здесь хотелось добавить, что сейчас также в области IT есть тенденция по soft-скиллам к переходу от интроверсии к экстраверсии. Очень ценятся люди, которые имеют лидерские черты характера, они быстро растут и их зарплаты, соответственно, тоже растут за счет того, что они умеют организовывать, также общаться, организовывать работу команды. И, как мы видели, вот, допустим, зарплата тим-лидера по сравнению с сеньором, она будет выше. Ну, вот, наверное, все, что я вам хотела рассказать. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте. Дмитрий пишет, что в Турции сейчас работаю на удаленке. Да сейчас вся Европа работает на удаленке. Еще, знаете, интересно мне узнать, кто сегодня у нас собрался. Напишите, пожалуйста, в чат. Нолик, если совсем войти, еще даже не определились, куда идти. Единичка, если уже определились, что-то начали делать в этом направлении, может, какой-нибудь уже курс закончили. И двоечка, если вы такой, ну, уже специалист среднего уровня. Чтобы мы немножко ориентировались, да, далее вот с кем мы общаемся. Видимо, троечка и человек профессионал. Троечка, да. Трех баллов, один, два, три. Так, окей, ну вот можно тут как-то определить, что, в принципе, да, и у нас разного уровня. Вот еще Нолик мне тоже прислали, очень скромно в личку. Окей, вот, Евгений, можно тут сориентироваться, да, для кого рассказывать. Далее мы сейчас поговорим о дипломной программе, сейчас Евгению передам слово, которую мы составили, исходя из ориентировки на современный рынок труда. Все наши программы ориентированы на то, чтобы, заканчивая их, вы могли не только получить документ, но и также, чтобы ваши знания соответствовали актуальным требованиям работодателей. И ориентируясь вот на то, что сейчас расскажет Евгений по содержанию дипломной программы, вы поймете о том, с чем надо выходить на рынок, да, может быть, что нужно добрать, да, чтобы уже выйти на уровень специалиста, фуллстэк-разработчика на Python. Спасибо. Прежде чем начать по дипломной программе, я маленькую Ольгу хотел бы дополнить. На самом деле я тоже отслеживаю реальность сегодня, динамику Гаяни по стоимости обучения. Чуть попозже вас обязательно этот момент огласим, сейчас пока, то есть по общим моментам. Еще раз, по общей динамике у меня есть много товарищей, которые проживают в разных городах, как России, так и за рубежом. У меня есть товарищ, который уехал в Новой Зеландию, есть знакомые, которые живут в Штатах. Общаюсь со многими, мне всегда было интересно, собственно, что реально сегодня сфера программирования в разных странах требует. Если раньше, ну условно даже возьмем 2005 год, реально от программистов требовали определенные стэк-технологии, то есть вы должны были знать условный язык такой-то, условный фреймворк такой-то и условный подход к программированию такой-то. Искали людей с определенным набором стэка знаний, то на сегодняшний день настолько много разных фреймворков, много языков, много инструментов. И искать человека конкретным стэком стало уже неэффективно. Поэтому многие ищут сегодня человека, который знает основы, самые-самые основы программирования, понимает, как вообще работают языки программирования. И человек, который умеет мыслить, соображать, быстро искать информацию и умеет быстро обучаться. То есть тенденция к тому, что, условно говоря, вот даже далеко не надо ходить. Пример, буквально неделю назад один мой хороший товарищ в Москве, он недавно уволился, работал в Яндекс.Такси, сеньор Питона. И он устроился на новую работу. Не буду называть организацию, это не принципиально. Он сеньор Питона. У него за плечами 10 лет программирования на Питоне. И вот он мне пишет буквально три дня назад, говорит, устроился в организацию, меня взяли, я программирую на ГО. Я говорю, Илья, какой ГО? Ты там 10 лет пишешь на Питоне. Он говорит, это абсолютно не имеет значения. Программист с опытом очень легко переключается с одного языка на другой. То есть тут каких-то сложностей особых не существует. Я по себе могу сказать, буквально три месяца назад мне было интересно. Я давно слышал про язык Котлин для мобильной разработки. И вот я буквально открыл документацию, посмотрел, мне понадобилось полтора месяца, чтобы очень хорошо и плотненько вникнуть в Котлин. При том, что я как бы на Питоне уже работаю много-много лет. Так вот, мы для вас приготовили следующую дипломную программу. Во-первых, дипломная программа продлится от 4 до 8 месяцев. Почему такой разбег, чуть попозже я подробно расскажу. Это в зависимости, так сказать, от интенсивности занятий, которую вы себе подберете, от ваших возможностей. Программа начинается Питоном первого уровня базовый курс. На этот курс можно приходить даже тем, кто вот у нас в чатике поставил нолики. То есть изначально Питон первый курс подходит для людей, у которых нулевой опыт в программировании. Но если у вас совсем прям, ну то есть у вас никакого опыта, никогда в этой сфере не пересекались и никогда этим не занимались, для вас можно предложить даже курс более, так сказать, маленькими знаниями. После первого курса, который очень подробно знакомит с основными инструментами языка, вы перейдете на Питон уровень второй, продвинутый курс. Там вы будете изучать объектно-ориентированное программирование на Питоне еще более глубоко и серьезно вникать в данный язык программирования. Сразу скажу вам, что Питон полностью объектно-ориентированный язык и без ООП работать в нем достаточно сложновато, хотя и возможно. Дальше, так как ни один современный сайт не обходится без базы данных, я думаю, для каждого очевидно, что сегодня вся информация хранится в базе данных. У вас есть отдельный небольшой курс «Разработка серверной части на части приложений PostgreSQL». Там вы познакомитесь именно с базой данных PostgreSQL, с языками запросов, вообще как происходит работа с базой данных. После того, как вы приобретете базовые знания ОБД, о языке конкретно Питона, у вас начнется курс «Разработка фласк» и «Проектированная REST API». Вот как раз то, о чем я рассказывал в самом начале. То есть вы поймете, что такое REST API, в чем прелесть API, как можно использовать сторонние API, как можно создавать свои API, что важнее. То есть на этом курсе мы будем заниматься с вами созданием своего бэкэнда, то есть серверной части. Потом идет продолжение этого же курса «Фласк» уже более углубленный, более серьезный курс. Дальше. Современные программисты, я бы сказал так, даже если вы пойдете устраиваться джуниором, то есть программистом с начинающим уровнем, то найти вам работу полноценную без знания системы контроля версии ГИД будет практически невозможно. И если где-то в 2005-2006 годах ГИД был просто прикольным инструментом, то на сегодняшний день ГИД является необходимостью. Поэтому ГИД в учебном центре «Специалист» включен практически во все дипломные программы по направлению программирования. Поэтому с ГИДом очень подробно вы здесь познакомитесь. После того, как вы научитесь разрабатывать именно бэкэнд, то есть серверную часть, дальше цепочка курсов предназначена для того, чтобы научить вас разрабатывать и клиентскую часть. Поэтому здесь идет JavaScript первый уровень. Здесь вы познакомитесь с языком, основами, где он применяется, особенности его конструкции. И дальше будет JavaScript второй уровень, уже расширенный. Опять же, объектно-ориентированное программирование в JavaScript, функциональное программирование, всякие работы с событием и прочие прелести современного JavaScript ES6. Дальше пойдет курс JavaScript уровень третий. Здесь как раз будет знакомство с реактивными фреймворками. Конкретно здесь используется фреймворк React. Поэтому на питоне вы изучаете, как создавать серверную часть, а на JavaScript вы подробно разбираетесь, как создать клиентскую часть. Поэтому эта продипломная программа и называется питон-разработчик-фулл-стэк. То есть вы получаетесь универсальным специалистом, который может работать либо в сфере фулл-стэка, сразу разрабатывая и клиентскую серверную часть. Поверьте, такие программисты очень востребованы, потому что совмещать и бэкэнд, и фронтэнд некоторые работодатели не хотят. В общем, а если вы хотите, после этого курса вы можете пойти либо на фронте развиваться, либо на бэкэнде. Особенно большинство из вас, кто имеет лишь начальный уровень, вы еще не понимаете, а что вам ближе, так сказать, к душе, фронт или бэк. Я, в свою очередь, могу добавить, что вот у меня есть практика работы фулл-стэком, есть практика работы только на бэкэнде, только серверная часть и только клиентская часть. Вот лично я люблю серверную часть. Мне она зашла. У меня есть товарищи, которые, так сказать, в восторге от клиентской части. Вот таким образом наша дипломная программа познакомит вас с вот этим полноценным стэком технологий под современные реалии рынка. Так, собственно, пару слов еще о дипломной программе. После этого передам слово Ольге, она вам расскажет про, собственно, цены. Итак, современное программное обеспечение, учебный план. Наши классы оборудованы очень хорошими компьютерами. Большинство классов содержат по два монитора. Где-то это уже, так сказать, второй монитор на подъезде. Действительно комфортные, удобные работы и места. Опять же, если вы хотите, вы можете работать и удаленно. То есть у нас есть возможность совмещения. Группы чаще всего совмещают и очных, и заочных слушателей. Весь курс рассчитан на 446 академических часов. Это достаточно такая объемная цифра. Поэтому, как я говорил в начале, это все займет от 4 до 8 месяцев. Итак, формат. Традиционное можно, можно смешанное обучение. То есть вы можете заниматься очно. Можете заниматься дома заочно. Выбирайте ту форму, которая лично для вас является комфортной. Мы даем на курсах, в первую очередь, упор на практику. То есть на курсах этой конкретно дипломной программы, в первую очередь мы говорим о ней, у нас всегда будет совмещаться теория практика. Вы получаете небольшой кусочек теории и сразу же мы отрабатываем на практике. Поэтому по окончанию дипломной программы у вас будет прям набор небольших проектов, которые не стыдно будет добавить в свое портфолио. Вы в конце получите международные сертификаты. Про них чуть подробнее расскажет вам Ольга. И в зависимости от вашего уровня можно индивидуально немного настроить данную текущую программу. Так, Ольга, теперь вам слово. Так, одну секунду, переключусь на себя. Что хотелось бы сказать по документам. Если у вас уже есть высшее образование, после окончания дипломной программы вы получаете диплом о переподготовке, который приравнивается ко второму высшему образованию. Если у вас первого высшего образования нет, вы получите диплом о повышении квалификации. Также по каждому оконченному курсу вы получаете данные, удостоверение или свидетельство. В чем я хотела бы уточнить, те, кто написал, что уже где-то начал учиться и по какому-то направлению. Хочу уточнить, все курсы, если вы уже что-то из дипломной программы проходили, вы можете просто добрать оставшуюся часть и на выходе получить уже серьезный документ о том, что вы являетесь специалистом в данном направлении. Если вы где-то когда-то захотите работать в государственных учреждениях, где-то сейчас джуниора достаточно много на рынке, естественно, это будет вашим таким конкурентным преимуществом. Если планируете в этом направлении развиваться, рассмотрите для себя такую возможность. Стоимость дипломной программы от 127 890 рублей. Это в очно-заочном формате. Также программа представлена и в очном режиме, и в онлайн-режиме. Очная группа у нас есть дневные с 10 до 17 или вечерние выходные дни. Можно здесь выбирать достаточно много разных вариантов. Также есть открытое обучение, в котором вы имеете возможность смотреть преподавателя в записи, останавливать, перематывать, когда вам удобно. В это время преподаватель находится с вами в классе и консультирует индивидуально при необходимости тех, кто сейчас проходит занятие. Всем, кто сегодня зарегистрировался на наш вебинар, мы дарим сертификат на оплату этой дипломной программы на 13 тысяч рублей. Он действует до 15 мая. Если вы решите приобрести данную дипломную программу в режиме онлайн, пожалуйста, можете воспользоваться данным сертификатом. И надо будет менеджеру сказать промокод. Я вам информацию сейчас отправила в чат. Есть ли какие-то вопросы сейчас по дипломной программе, либо по самой профессии? Давайте мы о них поговорим. Да, пожалуйста, если есть вопросы, задавайте. Пока вы пишете вопросы, я расскажу также пару слов про, допустим, комплексные программы. У нас очень много курсов в учебном центре, специалисты, широкий ассортимент. И кроме дипломных программ есть небольшие комплексные программы. Они, конечно, не дают вам диплом, который соответствует высшему образованию, но дают возможность выбора разных вариантов, небольших таких кусочков. Соответственно, вот одна из программ такая веб-разработчик на Python и Flask. Она стоит дешевле, цена ее ниже, чем дипломные программы. Здесь изучается ряд курсов по Python, также SQL и как раз вот этот модуль Flask. Я не буду говорить сейчас про техническую часть. Наверное, Евгения попрошу рассказать. Хорошо. Для начала давайте сразу вопросы на ваши, начну отвечать. Артем, смотрите. Дипломные программы и так достаточно объемные, включают очень много компетенций, которые вы будете изучать. И мы думали, что включить в данную дипломную программу. Либо Flask, либо Django. Для того, чтобы программа была более комплексной и больше соответствовала современных требованиям, мы решили выбрать фреймворк Flask. Поэтому включать два разных фреймворка в дипломную программу сделало бы программу слишком перегруженной. У нас в учебном центре специалисты есть отдельный курс Django. Поэтому, если вы хотите заниматься именно Django, то вы можете выбрать этот курс отдельно. В рамках этой дипломной программы решено было использовать Flask как более соответствующий современным тенденциям. Так, дальше следующий вопрос. Имеет ли смысл пройти курс основы программирования перед дипломной программой? Ирин, да, однозначно я отвечу на вопрос «да». Если вы не имеете опыта программирования, то есть для вас такие понятия, как цикл, операторы, условия, являются чем-то непонятным, то я бы вам советовал сначала пройти основы программирования перед дипломной программой. Это как раз что касается того момента, который говорил, что в зависимости от вас и знаний можно дипломную программу немножко корректировать. Поэтому, Ирина, да. Следующий вопрос. Если какой-то курс дипломной программы был пройден отдельно, будет ли он пересчитан в самой дипломной программе? Ольга, это, наверное, вопрос к вам. Да, будет пересчитан, и тогда вам дипломная программа будет стоить меньше. Можно обратиться к менеджеру, вам все там менеджер посчитает. Также, если какой-то курс вы хотите допройти, то данная дипломная программа, она, в принципе, достаточно гибко, индивидуально обсуждается с каждым слушателем, его какие-то потребности, и можем гибко подойти к формированию вашей дипломной программы. Если вы, допустим, уже знаете Django, знаете Flask и хотите Django, соответственно, можно включить его в дипломную программу. То есть это все в индивидуальном порядке обсуждается, вопрос с желанием. Да, я думаю, также, если у вас есть знание питона, возможно, вы сами изучали, возможно, проходили у нас или где-то курсы, то в дипломной программе вам могут предложить сразу, например, начать с питона номер два. Поэтому с этими вопросами индивидуально к менеджеру можете обратиться, вам ответят. Вот, как раз, чтобы ответить на следующий вопрос, который задал Григорий, я открыл слайдик, по которому сейчас расскажу, и за одним отвечу. Озвучу вопрос. Есть ли домашние задания, или все непосредственно в занятиях? Итак, смотрите, комплексно, Григорий, вам и отвечу всем. Во-первых, подход к занятию у нас очень разный. Можно выбрать разные, так сказать, направления. Самый такой интенсивный – это пять занятий в неделю. То есть вы можете заниматься пять дней подряд. Там понедельника по пятницу, если вам удобно, там со вторника по субботу и так далее. Занятия проходят четыре, либо восемь часов академических каждое занятие. При этом, если вы, например, работаете там, ну не знаю, до пяти, до шести часов, то для вас есть подход, где вы можете… А у нас занятия есть вечерние, которые идут четыре академических часа и начинаются в 18.00, заканчиваются в 21.30. Если же вы планируете очень плотненько взяться за курс, чтобы пройти его быстрее, и у вас есть на это время, вам могут предложить восьмичасовые академические занятия, которые начинаются в 10.00 утра и заканчиваются в 17.10 вечера. По каждому занятию в обязательном порядке, я могу точно утверждать по занятиям этой дипломной программы как минимум, дается домашнее занятие. По выполнению ДЗ вы будете получать фидбэк и помощь. Вот сейчас, например, идет параллельно курс питона, они занимаются по субботам. У них восьмичасовые занятия. Поэтому между занятиями у них вообще замечательно, есть целых шесть дней. Поэтому у нас создается группа в Телеграме, и если в процессе выполнения ДЗ у вас возникают проблемы, то слушатели пишутся в чат, и как только у меня есть свободная минутка, я каждому персонально стараюсь ответить. Также все ваши отправленные ДЗ в процессе курса проверяются, и по тем заданиям, по которым требуется, дается фидбэк персональным каждому, либо они разбираются в начале занятия, если, например, какая-то ошибка встречается у нескольких слушателей. Дальше. Во время общения с занятием вы получаете самое важное – живое общение. Чем наши курсы, грубо говоря, лучше, чем просто посмотреть ролики на Ютубе. В том, что я лично стараюсь делать занятия эффективными для вас. То есть вы можете задавать вопросы, мы с вами общаемся, обсуждаем какие-то моменты. Если вы даже решили онлайн заниматься, вы можете иметь микрофон и также поддерживать с нами живое общение. Меняются ли преподаватели на курсах в зависимости от времени занятий? Да, меняются. Как раз предыдущий слайд вам Ольга показывала, и у нас по курсу… Смотрите, скажу так. Если вы выбираете дипломную программу целиком, вот вернемся назад, вот эту, например, да, взяли, к примеру, дипломную программу, то мы стараемся делать так, чтобы все курсы у вас вел один и тот же преподаватель. По возможности, да, если это возможно. Понятно, что вы тоже подстраиваете занятия под то, как вам удобнее. Поэтому, если у вас есть возможность прийти на занятие к одному и тому же преподавателю, например, он вам понравился, то да, такая возможность есть. Но, например, да, вот говоря по этой дипломной программе, я, например, не преподаю здесь последние два курса, которые касаются реакта. Я не знаком с этим фреймворком, поэтому вот в этой дипломной программе в конце я маленько выпадаю. Я преподаю первую часть, вторую часть, фласк преподаю, там система контроля версии гид я отлично знаком, но вот с реактом, например, в этой дипломной программе я не знаком. Поэтому во время всего дипломной программы гарантировать у одного преподавателя, конечно же, не получится. Так, пройдя подготовительные базовые курсы... Перед фуллстэком промо... Ольга, последний вопрос, это к вам, наверное. По промокоду. Смотрите, промокод действует до 15.05. Если вы хотите им воспользоваться, то можете сделать это до 15.05 числа, забронировать дипломную программу, обсудить с менеджером, соответственно, по оплате, но по промокоду, к сожалению, от такого действия его ограничено. Отлично. Если вы ее оплачиваете, соответственно, скидка за вами будет. Так, Артем, вам отвечу. Возможно ли использование под OS Linux? Артем, абсолютно все занятия в рамках дипломной текущей программы, о которой мы сейчас говорим, можно проходить на любой операционной системе. Можно заниматься на Windows, можно на Linux, можно на Mac OS. Но начиная с курса номер 4 в этом списке, с Python, разработка на Flask, мы с вами будем работать только на Linux. Поэтому все занятия будут проводиться. Поэтому если вы с Linux не знакомы, для вас еще дополнительной будет новая компетенция, это работа с операционной системой Linux. Мы ее ставим в виртуальную машину, если у вас Windows или Mac OS, и там полноценно с ней работаем. Поэтому если у вас стоит Linux, прям шикарно, вам будет даже проще проходить данные курсы. Вот. Так, отлично. Пока вы пишете еще вопросы, закончу по формату проведения занятий. Между учебными модулями, да, можно по желанию учащегося, то есть вас, сделать перерывы. Например, у вас большая загрузка на работе. Либо вы просто, получив курс, хотите его лучше отработать. Вы можете связаться со своим персональным менеджером, который будет вести вас во время занятий, и устроить себе перерыв без вреда для учебного процесса. Наш курс посвящен, да, не какой-то там 3D-графике, в плане того, что это имеет большие нагрузки на компьютеры, а мы с вами будем именно заниматься программированием. Поэтому для нашего курса будет достаточно компьютера уровня процессора i3, либо аналог AMD, 4 гигабайта оперативной памяти и связь, доступ к интернете. Поэтому какой-то особо мощный компьютер для нашего курса не понадобится. Так, знание английского. Игорь, смотрите, если у вас знание английского на достаточно хорошем уровне, вам будет попроще. Вообще, для прохождения нашего курса знание английского не требуется. Все инструкции, которые вам предоставляются на курсе, дублированы на русском языке. Если мы даже где-то будем смотреть инструкции, например, на фласке, мы никак не пойдем в официальную документацию, которая на английском, то большая часть вам будет объяснена в переводе преподавателем на занятии. Поэтому отвечу очень просто. Английский не требуется, но если он у вас есть, технически английский, то определенным лишним он не будет. Так, еще какие вопросы? Пишите, пожалуйста. Ну и пока вы пишете, я последний свой слайд, который у меня есть, для вас расскажу. То есть самое важное, когда вы придете устраиваться на работу, а мы сейчас рассматриваем этот курс в первую очередь как способ сменить работу, либо двинуться по карьерной лестнице. А преподаватели чаще всего интересует портфолио. Конечно же, подтверждение дипломов, каких-то там сертификатов тоже важно. На них смотрят особенно большие организации, но в первую очередь будут вас спрашивать, покажите, пожалуйста, свое портфолио. Поэтому у вас по прохождению курса на GitHub будут формироваться ваши небольшие проекты. У вас появится проект с бэкэндом на API и на Python и останется проект с фронтэндом, который будет использовать это API. И чем больше вы лично приложите усилий во время курса, тем более сложный и качественный проект тасканится у вас на GitHub. Здесь все очень просто. То есть есть некоторый костяк проекта. То есть на курсах мы будем работать с проектной деятельностью и вести некоторые проекты на протяжении всего курса. Поэтому создаются базовые задания, которые мы разбираем на занятии, которые я вам рассказываю, которые даю в готовом виде. У вас будет полно дополнительных заданий, которые вы можете выполнять самостоятельно. Задавать вопросы, общаться, спрашивать и добавлять любые новые фичи либо возможности в ваш проект. Так, смотрю, вопросов нету, поэтому у меня все. Ольга, передаю слово вам. Давайте я скажу пару организационных моментов и, может быть, еще какие-то вопросики появятся у нас. Я поделилась в чате возможностью воспользоваться бесплатной консультацией наших менеджеров. Дело в том, что когда вы только выбираете, куда вам идти, в какую профессию, важно, правда, сориентироваться, какие компетенции нужно получить. И потому что вход в любую профессию это определенный набор компетенций. Мы учим по различным направлениям и можно действительно на старте просто иметь сложности, чтобы разобраться в этом все. Если вам нужна помощь, пожалуйста, заполняйте простую форму, где напишите просто там имя, телефон, и наш менеджер вам позвонит и вас подробно проконсультирует. Также у нас будет проходить 16 числа в это воскресенье турнир будет проходить под JavaScript. Если вы хотите посмотреть, как это происходит, либо даже поучаствовать, пожалуйста, приглашаем вас. Всем участникам мы подарим подарки. Победители ждут призы. Так что рекомендую, приходите, записывайтесь. Хочу еще уточнить, в чем преимущество вообще дипломных программ. В том, что в течение полугода после ее окончания у вас будет скидка 50% на ряд курсов, особенно по вашему направлению, которые вы можете пройти со скидкой 50%. То есть то, что вы не включены в дипломную программу, будет для вас, в общем, там, какой-то фреймворк, да, хотите доизучить, для вас это будет со скидкой 50%. Это очень удобно, я бы так сказала. Также в каждой дипломной программе прилагается список курсов, которые идут независимо от времени, да, там, прошло бы 6 месяцев, идут для вас со скидкой также 15-25%. Вот. Ну, я от себя вроде все рассказала. Если есть какие-то вопросы, готовы ответить. Может быть, какие-то организационного характера. Пока вы как раз думаете над вопросами, я бы еще один слайдик хотел вам показать. Собственно, по вопросам. Бывают часто вопросы, мы здесь вот на слайде их зафиксировали, да. Бывает вопрос, можно ли присоединиться к группе после старца курса. То есть вы, например, думали начинать или не начинать, и когда решили, поняли, что группа уже стартует. Но вам удобно было бы заниматься в это время. Да, вы можете присоединиться к группе, если отставание небольшое. Понятно, если курс состоит, не знаю, и 40 часов вы решили присоединиться на последние 5, то эффективность у вас будет крайне нулевая. Если же прошло 1-2 занятия, то да, по всем занятиям ведутся видеозаписи. Эти видеозаписи можно просмотреть. После записи задать персональным преподавателям вопросы и присоединиться на условном втором-третьем занятии. Опять же, если вы пропускаете лекцию в процессе, то есть вы приходите на занятие, понимаете, что вы, возможно, не всегда будете присутствовать. Там в отпуск уедете еще куда-то. Во-первых, у вас всегда существует возможность подключиться к удаленно и возможность посмотреть записи пройденных занятий после их окончания. Записи вебинаров, да, после все занятия будут доступны у вас в личном кабинете. Всегда записи у нас в обязательном порядке выкладываются. Но опять же, если у вас вдруг нет своего рабочего ноутбука, который вы хотели бы носить на занятиях, то вам будут предоставлены достаточно комфортные рабочие места во время занятий у нас очно. Опять же, если у вас возникнут проблемы с установкой программного обеспечения у себя дома во время проведения занятий, то вам либо помогут наши преподаватели, либо наши инженеры вас обязательно по этому моменту проконсультируют. Собственно, на этом слайдике электронный ящик специалиста и мой электронный рабочий ящик тоже ЕС, это Юрченко-собачка-специалист.ру, поэтому если будут какие-то персональные вопросы вдруг по технической части, не стесняйтесь, пишите и обязательно каждому из вас отвечу. Ольга, вам слово. Ну что, я хотела бы вас поблагодарить за интересное такое представление профессии. Вот еще слушатель наш задает вопрос, какой или какие курсы необходимо пройти перед FullStack, конкретное название курсов? Конечно, давайте еще раз повернусь в этот момент. Смотрите, изначально наша дипломная программа FullStack рассчитана от уровня совсем начинающего разработчика, но если вы вообще не имеете опыта программирования, то есть там, например, даже в университете у вас не было, либо у нас было, но вы просто там по каким-то причинам не присутствовали, я крайне рекомендую до начала пройти только один конкретный курс. Он называется «Основы программирования и баз данных». Это единственный курс, который рекомендуется пройти перед началом курса. Если опыт программирования даже небольшой у вас есть, то вы можете достаточно успешно начинать прямо с первого курса. Все, я закончил. Я сейчас остановлю тогда запись, попрощаемся с теми, кто посмотрит нас онлайн, и отправлю в чат ссылочку на этот курс, кому будет интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!